За что боролись? Воевать против хозяев пристроек их дому жильцы 207 начали еще в конце 2012 года. Они были уверены, им возведение этого строения вредит их жилому дому и даже разрушает его. После множества долгих судебных тяжб им удалось отставить свою правоту. Казалось бы, выиграно показательное дело, простые жители празднуют победу, незаконная постройка должна быть снесена. Но в реальной жизни все прошло по иному сценарию. Подробности прямо сейчас. Нашим съемочным группам челнинцы не только рассказывали, но и показывали, чем обернулось для них это строительство. Невозможно нам уже жить здесь. Я хочу уже квартиру продавать, уезжать отсюда. Невозможно. В любой момент мы можем вот так вот рухнуть и все. А тут еще этот пристрой делают. Это же, я не знаю, это мина замедленного действия. Мы спать ложимся и не знаем, утром проснемся или нет. Одна, вторая, это вот уже широкая, третья, четвертая, пятая, шестая вот там наметилась. Теперь вот в этом углу, вот посмотрите, вот пол. На полу трещина огромная. Активисты обращались не только на наш телеканал, но и в суды. Причем прошли немало инстанций. В итоге Фемидов стала на сторону недовольных постройкой. Суд постановил снести это здание. Постройка была признана самовольной. Сроки на добровольное исполнение этого судебного решения уже давно истекли. Однако разбирать это сооружение почему-то никто не торопится. Также по решению суда незаконной оказалась и разрешительная документация на эту постройку, выданная исполкомом. При возведении здания на придомовой территории должно было учитываться мнение жителей. Но по словам защищавшего их интересы чина Мамедова, победу праздновать они не спешили. В последующем жители этого дома решили заключить мировое соглашение. С индивидуальным предпринимателем Липуновой обратились ко мне. Но я сразу сообщил, что перспективы нет заключения данного мирового соглашения. Они обратились в апелляционный суд с повышенным крышным обстоятельством и с целью заключить последующее мировое соглашение. Однако Верховный суд Татарстана решение нежестоящей инстанции в этой части не смягчил. Постройка должна быть снесена. Представитель застройщика говорить перед камерой отказался, но пояснил, что сейчас идут поиски возможностей все же узаконить строение. В доме даже проводится заочное голосование жильцов, раздаются бюллетени. Но изначально у противников стройки были совсем иные требования, вспоминает правозащитник Ильчин Мамедов. Улучшить крышу пристроя, потом сделать детскую площадку. Определенные какие-то довольствия. Я думаю, что в данном случае это злоупотребление правом, своим правом на суд. Пока сторона застройщика надеется на то, что они еще смогут узаконить постройку, здание эксплуатировать невозможно. Сами жильцы в лице старшей по дому и истцов в суде пояснить свою нынешнюю позицию перед камерой тоже не захотели. Артем Смолькин, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.